Микс Ньюс. Блондинки не шутят. На Радио Болтком. По пятницам. После шести вечера. Добрый вечер, дорогие. И вот снова пятница. Радио Болтком. В эфире Елена Лукьянова. Юлия Писполь. Сегодня мы выясняем достаточно важный для всех граждан вопрос. Граждан в, что называется, в широком смысле слова. Государство или право? Кто главный? Считаете ли вы, что государство может принимать любые законы, как оно того пожелает? Ровно об этом мы устроили опрос на союзе Радио Болтком. Мнения разделились. Государство может принимать любые законы, считает 5% проголосовавших. 95% считает, что нет. Не имеет государство такого права. Сегодня обсудим это в студии с Лаурисом Лепом. Присяжный адвокат Латвийской Республики, лектор юридического факультета Латвийского университета. Лаурис, добрый вечер. Да, здравствуйте, добрый вечер. И по скайпу с нами депутат Европарламента от ФРГ «Зеленый свободный европейский альянс» Сергей Логодинский. Сережа, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. И тут, конечно, вступает профессор права Елена Лукьянова. Я сегодня буду работать оператором мобильной связи. Телефон прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Звоните, задавайте свои вопросы. Даже самые, казалось бы, для вас немножко стыдноватые, потому что вам кажется, что они немножко глуповатые. Но нет, глупых вопросов не бывает, когда нужно разобраться, кто главный, право или государство. Ну, на самом деле, результат нашего голосования очень хороший. Только 5% считает, что государство может принимать любые законы, которые оно хочет. Это, на самом деле, показатель гораздо выше, чем в России. Потому что в России гораздо большее число лиц считает, что государство вольно совершенно делать, что ему угодно. На самом деле, все-таки во всех постсоветских и постсоциалистических странах, в которых юристы учились примерно по одним учебникам, их учили тому, что право и закон – это одно и то же. И что вот принят закон, и это высшая мера всего, и, собственно, ничего с этим сделать нельзя. У меня вопрос для наших гостей. А я еще хочу дополнить, что наш депутат Европарламента, он не просто депутат Европарламента, он еще заместитель председателя комиссии по правовым вопросам. Сергей, я очень благодарна, что вы согласились участвовать в нашем эфире. Все-таки, что выше – государство или право – это первый вопрос. Второй вопрос. Закон, закон, вот тот принятый закон, который уже сформулирован на бумаге, который уже утвердил парламент, подписал президент, он действует только для людей, для граждан, или он также закон для самого государства. Право – это клетка для государства, где разница? Лаурис? Да, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Я думаю, что… И я тоже рад результату опроса. Я думаю, что это не только закономерно, это логично. Если мы начинаем думать о том, что такое вообще государство, и как сопоставить закон и государство, или право и государство, я думаю, мы начинаем с того, что уже Платон нам показывал, что государство создается обществом, людьми, нами. И общество живет по конкретным правилам. То есть право, конечно же, первично. А государство – это уже форма, в которой мы внедряем это право, с помощью которого право начинает работать, имеет, ну, как бы, этот общеобязательный характер, там, санкции и так далее. И вот Платон же, это Платон же сказал, там, где закон владыка над правителями, а не его рабы, вы это имели в виду, да? Абсолютно точно, да, в диалоге государства именно… А там спасение государства, да. Да, да, здесь объясняется этот концепт. И если мы помним, то даже во времена абсолютизма были философы, которых мы помним до сих пор, как Джона Лока или Томаса Хоббса, которые сказали, что не может так быть, что государство насаждает на нас какие-то законы. Бывают случаи, и они, конечно, экстремальны, когда мы можем восстать против государства. Ну, это тоже такой лозунг революционный, может быть, и все революции всегда во имя справедливости восстанавливались, или стали против государства. Но это, я думаю, такой очень разумный концепт, и люди, я думаю, везде понимают, что государство нам нужно до какой-то поры. Но если оно начинает… Кстати, в 20 веке, уже после ужасов Второй мировой войны, немецкий ученый Густав Радбрух, он сформулировал так называемую формулу Радбруха, в которой он тоже правовед знакомый, он сказал, что да, конечно, закон имеет первичность, но до того момента, пока это становится невыносимо несправедливо. То есть какая-то несправедливость, наверное, в каждой системе имеется, но это должно быть до поры, до какой-то степени конкретной. А, Сергей, ваша точка зрения. Я-то считаю, что революции совершаются ради того, чтобы расширить социальную базу власти. И я-то считаю, что право и закон – это клетка для государства. И дело даже не совсем в невыносимости законов, а в том, что в первую очередь закон для государства. И только в рамках своих полномочий государство имеет право принимать другие правила для других людей. Ну, вы знаете, я немецкий вообще-то адвокат и юрист, да, поэтому, как все немцы, вот я смотрю сразу в закон. Чего там стоит такого? Если посмотреть немецкую конституцию, 20-я статья, например, там очень интересно это все описано. Первый шаг написано. Законодательная, так сказать, власть, она ограничена конституцией, а исполнительная власть ограничена законом и правом. Вот, мне кажется, вот такие две ступеньки, да, которые мы видим, вот в немецкой конституции, они довольно-таки продвинуты считаются, да, очень многие страны мира даже там списывают, посматривают, да, даже там ЮАР, Израиль, они все цитируют немецкую конституцию, немецкий конституционный суд. Мне кажется, что это вот очень интересная такая последовательность. То есть законодатель, вот мы говорим о праве, да, но ведь есть тоже еще и разница между законом и правом. Вот тот же Радбрух, формула Радбруха, она и говорит о том, что даже закон может быть неправовым. О, это мой следующий вопрос. Может ли, вот многим... Еще поможет, знаем, мы в России. Вот, понимаете, для многих российских, например, юристов, для многих юристов старой школы, это оксюморон сказать, закон неправовой. Угу, угу. Как это так? Ну, потому что мы, я, честно говоря, я новый у вас, да, в программе, я не знаю, насколько ваши слушатели хотят там слушать все эти философско-правовые дебри, но есть ведь разница между нормативистами и позитивистами, да. Позитивисты — это те люди, которые, в общем-то, вот клеются, скажем так, вот они говорят, закон — это слово закона, это самое главное. А есть нормативисты, которые говорят, что над законом еще есть еще вот такая нормативная какая-то вот норма, да. Опять же, возвращаясь к немецкой конституции, первая статья конституции говорит, что независимо от права, закон, законодательная, исполнительная власть, они все должны ориентироваться на достоинство человека. И вот от этого и танцуем. От достоинства человека. То есть, если закон таким образом сконструирован, что он нарушает достоинство человека, то мы не можем этот закон принимать как конституционный. И поэтому, возвращаясь вот к моему начальному, законодательство, даже законодатель всегда танцует от конституции, а исполнительная власть уже танцует от права, потому что мы знаем, что то, что приняли законодатели, оно в клетке конституции. Конституции, танцующей от вот этого человеческого достоинства. То есть, я бы это переформулировала как-то более общо, типа мораль важнее закона. Нет, ну не совсем. Нет, это не мораль. В том-то и дело, что это не мораль. Да. А давайте послушаем дозвонившегося, узнаем, что говорят. Уже не узнаем, не дождался. Ну тогда объясняйте мне, что это все-таки, что больше. Слушай, на самом деле, вот то, о чем сейчас сказал Сергей, да, о достоинстве человека, это, в общем, сущность права. Это то, что называют. Вот есть внутри правил, правила более важные, правила о том, какие могут быть и не могут быть законы. То есть, есть, особенно, начиная со второй половины XX века, когда вот приняли Европейскую конвенцию, когда появился такой замечательный орган, как Венецианская комиссия, уже недостаточно одной конституции для каждого государства. Уже конституции всех стран взяли в себя те международные договоренности, которые приняла, ну, как минимум Европа. Как минимум Европа. И в этих международных договоренностях сформулированы некие правила, через которые не может переступать закон. Например, такое правило, что закон должен быть определенным. Закон не может быть таким, чтобы его какой-то исполнитель как резинку растянул под свои сегодняшние хотелки, нужды. То есть, это закон, что дышло, куда повернешься, так и вышло? Нет, куда повернешься... Вот наоборот как раз. Наоборот, да. Он должен четко, человек, который читает правила, должен четко понимать, что ему будет, если он его нарушит. В чем это правило состоит? У него не может быть нечеткости в этом правовом регулировании. Если правовое регулирование такое, то в данном случае государство уже не может его, не должно принимать. Оно переступает свои международные договоренности. Этот закон может быть обжалован. Этот закон в итоге может быть с помощью даже международного принуждения поставлен под угрозу пересмотра. Попробуем все-таки поговорить со слушателями. Ален. Здравствуйте. Здравствуйте. А я хочу вам привести конкретный пример. Сейм Латвий в прошлом году, в 2018, принимает закон, что с 2020 года увеличить зарплату медикам на 20%. Нормальный закон? Это вопрос. Ну... Нет, вот как вы считаете? Нормальный. Так. А в 2019 году при приеме Бежита говорят, не, извините, мы там не ошиблись. Будем повышать не на 20%, а только на 5%. Нормально? Ну, в данном случае исполнительная власть должна была... Должна была исполнять принятый закон. Это серьезный вопрос. Что, Лауре, скажете? Ну, я должен, конечно же, согласиться с, очевидно, негативным отношением нашего слушателя, потому что даже если формально, опять-таки, Сергей уже упомянул, что есть две школы, как бы, борющиеся. То есть, с формальной точки зрения, есть закон, который указывает, что нужно поднять зарплату, а потом в такой же иерархии другой закон, который говорит, да нет, не будем поднимать. То есть, формалисты сказали бы, ну, ничего не поделать. По иерархии законов, они находятся в том же уровне. Но, вот даже перед передачей мы говорили про то, что в последние годы актуализируется очень важный принцип в законодательстве, в праве, что законодательство должно быть, ну, порядочным. То есть, в смысле, что если законодатель в прошлом году обещал что-то, то через год он не может просто отказаться от этого обещания, ссылаясь на формальные ссылки. То есть, это относится не только к медикам. Это, кстати, тоже долгие годы насчет высшего образования. У нас закон, который привязывает повышение финансирования высшему образованию к национальному общему валовому продукту. И многие годы это САЭМа не имеет в виду. То есть, они приняли закон, который САЭМ и не выполняют. По-моему, это абсурдно. Это неправильно. Давайте послушаем еще до звонившихся. Алло, разрывается телефон. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вот о достоинстве говорил юрист из Германии. Давайте спросим у лектора из Латвийского института Лауриса. Закон об отмене гражданства. О каком достоинстве? Здесь можно вообще вспоминать. Недавно принятый закон об отмене образования на языке, на котором вы сейчас в студии разговариваете. И, госпожа Лукьянова, там вмешаются, значит, иностранные юристы, конституции мы все сложим вместе и обязательно повлияем. Ну, бред. Говорильня. Грубо говорю, сознательно. Спасибо. Спасибо. Я бы сказала так, что Европейский суд, в том числе, установив свои правила, он, тем не менее, установил и некоторые вопросы, которые являются усмотрением государств, в которые Европейский суд не вмешивается. Вопросы языка – это вопрос усмотрения государств. Что касается законов об образовании, я не считаю их абсолютно бесспорными. По крайней мере, в отношении частных вузов и школ, потому что тут нарушается другой принцип. Тут государство превысило лично, на мой взгляд, свое вмешательство в право частной собственности. И, насколько мне известно, сейчас эти дела находятся споры о внедрении обязательного языка в частной школы в Конституционном суде Латвии. И здесь другой совершенно вопрос. Лаурис, что вы думаете по этому вопросу? Ну, да, это, конечно, спорный вопрос. И я могу согласиться, что с национальной точки зрения и с точки зрения усмотрения национальных меньшинств, это, конечно, может показаться, что это несправедливо. Но, как вы и указали, это вопрос сейчас на рассмотрении суда. И наш Конституционный суд уже в своем решении о школьной реформе признал, что, конечно, если есть государство, в котором государственный язык, то, с одной стороны, он должен быть в школах, в образовании тоже должен иметься. И второе, конечно, этот фактор, что это все-таки единство всех граждан государства, единство жителей, потому что, ну, возможности и благ, которые в государстве имеются, они тоже имеют все-таки контекст, в том числе языковой. То есть, чтобы человек был членом общества, он должен понимать, о чем здесь говорят, какой контекст и так далее. Так что это далеко не простой вопрос. У нас разрывается телефон. Не переключайтесь. Обязательно звоните нам 672-12-939. Вернемся буквально через минуту. Так что же, государство и право. Кто главный? Считаете ли вы, что государство может принимать любые законы, какие оно пожелает? Обсуждаем сегодня с депутатом Европарламента от ФРГ Сергеем Логодинским. Также у нас в студии Лаурис Леп, присяжный адвокат Латвийской Республики, электроюридического факультета Латвийского университета. Елена Лукьянова продолжает допрашивать Сергея. Сергей, я понимаю, у нас в Латвии очень больной вопрос насчет образования на языке. И сейчас прямо в самом таком своем пике рассмотрение в Конституционном суде. Потом, очевидно, это переместится плавно в Европейский суд. Но я бы сейчас попросила наших слушателей на этом не концентрироваться. Мы уже понимаем, мы обязательно дождемся первого решения Конституционного суда и, скорее всего, сделаем специальную программу. Может быть, позовем в том числе и судей Конституционного суда. Но сегодня все-таки вопрос, где граница для государства, где вот эта клетка правовая, через которую государство не может переступать, кроме достоинства человека, Сереж. Ну, если формально, то это Конституция. Если неформально, то вопрос очень трудный. Ну, хорошо. А вот есть доклад Венецианской комиссии, в котором есть критерии о верховенстве права. Вот документы этой комиссии, они обязательно для государства? Нет, документы Венецианской комиссии не обязательно для государства. Это рекомендательные инструменты, которые нацелены именно для государств, особенно для новых демократий. Но у них, естественно, есть очень большая репутация. Репутация именно всей этой экспертизы, собранной в этой комиссии. Вот если я, например, сейчас разбираюсь с ситуацией в Венгрии, которая, с нашей точки зрения, неконституционная, естественно, мы киваем, так сказать, или с Польшей, да, мы киваем на вот эти вот выводы Венецианской комиссии, потому что там сконцентрирована именно, ну, вся такая правовая мудрость Европы, скажем так. Поэтому я бы все-таки прислушивался к Венецианской комиссии на месте государств, особенно тех, которые хотят, ну, вот, показать, что они действительно часть европейской правовой семьи. Поэтому, ну, вы же знаете сама, да, из вашего долгого опыта, право не может быть исчерпано формализмом. Право — это, ну, вот такое танго, которое мы танцуем, и мы смотрим, делаем шаг вперед, шаг назад, нащупываем, особенно если мы находимся в международном праве, где очень большую роль играет традиции, да, customary law, я даже не знаю, как по-русски сказать. Обычное право. Да, право обычая, где нужно смотреть, что является в международном контексте уже, что стало уже правом, а что еще только на пути к вот проявлению как права. Но в национальных, если мы говорим о национальных границах, если мы говорим о европейских границах, то здесь есть четкие границы. Это Конституция, в первую очередь. Это Конвенция по правам человека европейская. Ну и в рамках Европейского Союза, естественно, это и наши европейские, так сказать, правовые акты. Ну, смотрите, не все же Конституции идеальны. Вот, например, в Латвии Конституция аж 1926 года. 21-го. 21-го, 21-го года. В нее внесены в современном этапе всего лишь одна глава, несколько статей, новая преамбула. Это даже Конституция, в которой не прописан принцип разделения властей, хотя он вытекает, вытекает... Я здесь буду опинировать, но хорошо. Нет, он не прописан напрямую, да, он вытекает из самого смысла. Не все Конституции идеальны. Не все Конституции имеют очень подробное аллегорию. В Конституциях очень много норм принципов, норм определений. А законы, которые принимаются, они могут по-разному тоже трактовать вот эти конституционные предположения. Как здесь быть? Какие органы в целом сегодня, кроме конституционных судов, еще занимаются этими вопросами, споров? Ведь сегодня не только конституционное правосудие является контролем, соответствием каждодневных законов, законам более высокого порядка, более высокой юридической силы, но и международные органы. Честно говоря, я думаю, что здесь, может быть, немножко у нас разница в том, откуда мы пришли, да, как юристы. Я как немецкий юрист, где все-таки Конституция более, скажем так, свежая и одна из, я думаю, все-таки самых удачных Конституций послевоенного времени, в Германии Конституция, это все-таки является краеугольным камнем всего, о чем мы говорим. И даже когда немецкий Конституционный суд говорил о европейском праве, они все равно сказали, так называемое «Соланж», да, решение «Соланга eins», «Соланга zwei», что даже если мы применяем европейское право, оно должно быть всегда в рамках немецкой Конституции. Я думаю, что ситуация несколько иная в странах новой демократии, где мы еще на пути к такому эквилибриуму, да, правовому, там еще это не кристаллизовалось. Поэтому здесь действительно надо больше смотреть на международную правовую практику, на так называемые сети, да, говоря выражением известного американского правоведа, сети юридические, всемирные, которые и являются вот этими сенсорами того, что является конституционным в международном контексте, а что нет. Лаурис. Да, я, во-первых, я хотел сказать, что действительно наш законодательный акт, соответственно, то есть Конституция, нынче одна из старейших, потому что она была создана в период времени сразу после войны независимости, и в 21-м году, когда ее приняли, она была, конечно же, самая свежая. То есть она была по принципу Веймарской Конституции, которую много критикуют, да, то есть есть объективные причины, почему Веймарская Республика поддалась тоталитарному, ну, скажем, гитлерскому натиску. Напору. Напору, да, спасибо. Вот, и поэтому, конечно, у нее нету вот этой, как бы, самозащиты, то есть этих структур и принципов, и, конечно, Елена довольно справедливо отмечает, что, может быть, некоторые такие чувствительные вопросы, которые привели к трагедии в 20-м веке, должны были, особо были подчеркнуты в послевоенных странах, в послевоенных конституциях. Но, с другой стороны, вот тот путь, который после восстановления работы нашей, соответственно, в 1990-м году, то, что мы привели, это был постоянный путь интерпретации Конституции. И, честно говоря, с точки зрения применения права, это даже лучше. Не то, что мы создаем новый текст, а мы стараемся прочитать, например, в первой статье, которая звучит «Латвия – независимое демократическое государство». И, то есть, если эти все концепты мы должны прочитать путем интерпретации, что такое демократия, является ли это разделением права, является ли это институционной независимостью судов и так далее и тому подобное. То есть, по-моему, это был очень такой успешный путь, чтобы люди понимали, что такое вот этот абстрактный концепт независимости, демократии и так далее. Ну и, конечно, то, что новые требования пришли, ну, это может быть такой концепт тоже. Должны ли мы менять текст закона из-за того, что поменялась технология, поменялись обстоятельства, в которых мы живем, или просто это вопрос уже применения права в разумном подходе? У нас звонок. Давайте послушаем звоночки. Алло, здравствуйте. Добрый. Добрый. Короткая реплика по поводу Лауриса, как он незаметно передернул терминологию языков, короткое возвращение к языку, очень короткое. Он сказал, что должно быть развитое общество, в котором все должны знать и понимать латышский язык и так далее. Но мы говорим о реформе образования, в которой речь не идет о знании языка. Никто не оспаривает необходимость знания языка, Лаурис. А речь идет о подмене и выдавливании родного языка иностранным при изучении мира вокруг себя. Ибо реформа образования, обучения предметом на неродном, иностранном языке – это реформа выдавливания понятийного аппарата ребенка иностранным языком. Я, конечно же, категорически не согласен с этим, потому что если человек живет в Латвии, то иностранный язык, латвический язык не является иностранным языком, это язык государства, в котором человек живет. И все-таки это вопрос интеграции общества. И мое убеждение в том, что те годы, в которые были разные языковые школы, они нас отодвигали по времени от общества. Я вам расскажу свой пример. У нас в фильме работают 60 примерно людей, и мы так, ну, в ежедневном порядке даже не знаем, какой родной язык, какой язык говорят люди дома. Они говорят на трех-четырех языках. Это идеальное общество. Я думаю, в Риге большинство из людей, в принципе, живет в таком порядке. Но, конечно, один язык – это язык, который язык этого государства. Этого нельзя забывать. – Ну, давайте все-таки, вот мы сейчас не выясним главного. Право – это клетка для государства. Где границы этой клетки? Чего может и чего не может государство? Может ли оно просто взять и принимать какие угодно законы? Вот Лаурис сказал о должной процедуре принятия законов. Вот кто знает из наших слушателей, какова процедура? Вот Сайм принимает законы, как он правильно ли процедуру употребил? Можем ли мы обжаловать эту процедуру? Вот коллизия с двумя законами о повышении платы медикам, которая отменена более поздним законом о бюджете. Это нормально или нет? Почему здесь, в Латвии, мы так мало об этом говорим? С кем советуется законодатель? Ведь для того, чтобы по-хорошему действовало правило, принятое парламентом, которое стало законом, нужно, чтобы это правило приняло население. Чем меньшее количество населения это правило примет, тем хуже будет реализовываться закон. Насколько была общая дискуссия? Каких экспертов привлекли? Каких экспертов послушал Сейм? Насколько громко и публично они выступали? Вот мне кажется, это очень серьезное требование, которое в том числе Венецианской комиссии предписано для анализа закона на предмет того, правовоин или нет. Должная процедура принятия закона. Сергей, что вы скажете на эту тему? Мне кажется, что всегда мы, особенно люди не юридически подкованные или не приходящие из юридической науки, они немножко процедуру считают, что это можно перепрыгнуть. Но ведь процедура – это гарантия любого права, гарантия демократии. Да, абсолютно верно. И мы, кстати говоря, это видим. Вот я недавно был в Киеве, которых я очень поддерживаю, наших украинских коллег. Но ведь что сейчас происходит там, при всем моей, так сказать, симпатии к антикоррупционным методам, вот там вот как раз и вопрос таки стоит ребром. Для того, чтобы быстро избавиться от коррупции, там считают, что нужно перепрыгнуть там определенные процедуральные необходимости. И вот это уже вопрос интересный. Это пугает, потому что один раз нарушил, и второй раз нарушил, и дальше незаметно подходит авторитаризм. Совершенно верно. Незаметно подкрадывается авторитаризм, и в то же время другие люди говорят, и в принципе они тоже имеют какое-то основание это говорить, а ведь эти процедуры постоянно задерживали, постоянно нам не давали избавиться от этих коррупционеров, и так далее, и тому подобное. Я придерживаюсь мнения того, что процедуры нельзя забывать даже на миг, потому что именно то, что вот вы сказали, а завтра эти процедуральные проблемы будут повернуты против вас, против власть вредержащих. То есть это можно повернуть и в одну, и в другую сторону. Но в то же время, вот когда мы говорим, ведь вы имели в виду не только процедуры, когда вы сказали, что народ должен больше принять эти законы. Вот у нас в Германии была дискуссия, потому что один из министров в земле Северной Рейн-Вестфалии сказал, что надо бы судам все-таки придерживаться воли народа, а не только закона. Потому что если воля народа чувствует, что судьи что-то там принимают, то, что они не понимают, то эти законы неэффективны, и вообще там все это ведет к революции. Вот понимаете, право всегда... Ну нет однозначности. Всегда мы какие-то у нас дилематические такие, дилеммы, да, вопросы. С одной стороны, нужно народ и людей, им надо объяснять, иначе они не принимают эти законы. С другой стороны, у нас должно быть понимание того, что законы не основаны вот один к одному на том, что хочет большинство. Это и есть конституционный принцип. Конституция — это не власть, скажем так, неуправляемая власть большинства. Там есть еще и принципы, поддерживающие меньшинство, там есть принципы, поддерживающие индивидуумы и так далее. И это роль судов найти вот путь, который, с одной стороны, будет понятен народу, скажем так, да, а, с другой стороны, не компрометируют те гаранты, которые у нас в Конституции для того, чтобы защитить индивидуальную личность. Я так чувствую, что слушатели наши совсем запутались. Нет, там разрывается телефон. Давайте попробуем послушать, что хотят узнать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот тут говорят про Конституцию. А читали ли он Конституционный закон Латвийской Республики, который от 21 августа 1991 года? И если ее прочитать, да, тогда пишется, осознавая свою ответственность перед народом, принимая во внимание декларацию 4 мая 1990 года, о восстановлении независимости Латвийской Республики, результаты вселатвийского опроса 3 марта 1991 года, а также, что в результате государственного переворота 19 августа 1991 года СССР прекратили существование Конституционные органы государственной власти и управления СССР. И нет возможности реализовать статью 9 декларацию 4 мая 1990 года. То есть заранее в Конституции, вот пишут в этом законе, вранье, потому что Советский Республик прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Да, только-только президент СССР подписал независимость в Прибалтике раньше, чем были подписаны Беловежские соглашения и спущен флаг СССР. Я могу очень коротко ответить на этот вопрос. Это, кстати, очень интересный правовой акт, который вы упомянули. В эти дни я как раз работал в Раде Латвии, поэтому я очень хорошо помню эти дни. Это был момент, когда ОМОН уже, в принципе, ворвался в законодательное издание. И поэтому они приняли это как конституционного ранга акт, который должен был дополнительных к тем условиям, которые... И вы очень характерно сказали, что в начальной Конституции не было норм прав человека, то есть не было основных прав. Вот этот акт был создан для того, чтобы он в какой-то мере дополнил изначальной Конституцией 1921 года текст. Но он уже не имеет силы, поскольку у нас сейчас 8-й отдел в Конституции, который в себя в эти... Включает. Включает, да. Но вот это, кстати, тоже, если смотреть с правовой точки зрения суверенитета, то суверенитет Балтийских государств оставался, и хотя он был только в теории, в практике здесь были советские войска с 1990-40 года, это было восстановление суверенитета. Поэтому то, что, ну, можно сказать так, что все балтийские страны воспользовались тем моментом, когда СССР, ну, как бы, стал саморазрушаться. То есть в этот момент саморазрушения, в этот момент слабости СССР, конечно, балтийские страны сказали, помните, мы все-таки были независимы, и сейчас этот момент, когда мы можем восстановить эту независимость и в практике. Ну, на самом деле, это очень интересный период истории, который мы не все до конца знаем, в том числе и по России. У нас осталось много темных пятен. Слава богу, здесь оно хотя бы не переписывается, как в России сейчас. – Да. – Да, все верно. Давайте послушаем еще дозвонившихся. Алло, здравствуйте. – Добрый вечер, Олег. Скажите, пожалуйста, вот я вашему гостю хочу задать вопрос. А если Россия объявит себя правоприемницей Российской империи, что будет делать Лифлянская губерния? – Можем идти еще дальше. Лифлянская губерния может поразгласить свою независимость до договорных отношений. Это же была свадьба, с помощью которой брак, с помощью которого… Хорошо, это Курляндия, кстати, да. Лифляндия была продана Швеции. Это довольно печальный факт 18 века. Но, серьезно говоря, вы знаете, ну такого правового вакуума не существует. И Россия в какой-то мере все-таки продолжает правовые обязательства выполнять, которые были у Российской империи. По-моему, если я не ошибаюсь, но те, которые касаются международного частного права… СССР на себя принял правоприемство в отношении Российской империи, а Россия объявила себя правоприемницей СССР по обязательствам, там она их выполняет. – Да, то есть это неизбежно. У нас такого вакуума не может быть, что одно государство приходит и полностью начинает как бы с разрыва, с ноля строить. – А можно мне немножко влезть в ваш высоконаучный спор и задать… – А вот в шоке получился высоконаучным? Мы не хотели, мы хотели попытаться на пальце. – Я попытаюсь приземлить чуть-чуть. Да, вот в принципе, да, самое главное, чтобы граждане страны, граждане отдельного независимого государства, неважно там с какой структурой власти, да, уважали закон. Ну, мне так кажется, да. На этом у нас строится, собственно, сила государства, на уважение к закону. Почему такое пренебрежительное и неуважительное часто бывает отношение к закону, да, ну, там существует миллион поговорок, да. Я не знаю, латышских есть ли они в Латвии, вот, но русских очень много. И они все достаточно с негативной такой коннотацией. И там про закон, что дышло, да, и для закона для своих, всё для чужих закон, и так далее, и так далее. Как вы думаете, почему? Ну, мне кажется, я вот много занимаюсь вопросами, там, парламентаризма, облика парламента. Во многом вот такое отношение к законам проистекает из вопроса об уважении к государству, к депутатам, к избирательной системе. Например, чем больше доверия к выборам, тем лучшее отношение к закону. Те, чем уважаемее, реально уважаемее люди, попадающие в парламент, чем авторитетнее они в обществе. Это, опять же, зависит от избирательных. Я немножко про другое, смотри. Но, к сожалению, это так. Да, смотри, например, да, мы недавно говорили о системе образования, которая чудовищно устарела, да, вам в всех практически странах. И мне кажется, что, на мой непросвещенный взгляд, и система законодательной, может быть, закона строения тоже, может быть, устарела и не хочет реформироваться. Например, существует, знаете ли, в Британии есть такой комик, стендавер, который высмеивает существующие законы, которые там с 17 века, с 15 века, например, нельзя фрапировать лососем на улицах городов. Ну, например, нельзя взять лосося в руки живого или мертвого, какого угодно, и пойти с ним по улицам. Вот существует такой закон. Юль, я тебе уверяю, что до сих пор в России действует закон об ответственности за угон верблюдов и ответственность за снесение межевых столбов, декрета СНК. То есть, как бы, это же тоже одна из частей уважения, да, как бы, ну, нельзя же смеяться над законом. Они зачастую позволяют это делать. Что у вас скажет, Владислав? Я думаю, да, я тоже согласен с тем, что в какой-то мере это связано с отношением к власти. И если мы прибегали, то есть было 70 с чем-то лет, когда мы власть угнетала, и люди всегда думали, как... Видите, вы в прошедшем можете говорить времени, вам уже хорошо. Да, да, ну, в какой-то мере, да. Но я помню, был такой фильм, День выборов, где известная группа Ленинград запевала такую песенку «Выборы, выборы, депутаты, и я не буду». И так далее, знаем. А там запекано. Вот, вот. И дело в том, что это такое отношение, как бы, это как бы юмор, но все-таки оно очень характерно к общему отношению ко власти. И не может быть уважения к законам, если не уважение к власти. То есть тогда законы являются только таким силовым механизмом, а не механизмом выбора. Ну, принято, извольте, исполнять. Ну, вот. Лиджи Ту, можно из Брюсселя вклиниться? Я не совсем... А почему нельзя смеяться над законом? Естественно, можно смеяться над законом. Мне кажется, ну, во всяком случае, с такой западноевропейской точки зрения, дискуссия какая-то такая, получается, ну... Постсоветская. Религиозная какая-то. Вот великий закон, обважение к власти. Если мы не уважаем закон, мы не уважаем власть. Это почему? Это все делается людьми нормальными. Могут быть законы, которые неправильные, могут быть законы, которые смешные. Тем более, если как вам, для них старые. Такой был проект, когда депутат Питерского законодательного собрания предложил запретить ходить котам по крышам, потому что очень громко. Лен, ну ты знаешь, мы можем посвятить всю оставшуюся жизнь проектам законодательных актов наших депутатов, и это будет уже совсем не смешно, к сожалению, то, что они даже принимают в конце концов. Да, Ларис. И да, нет, я все-таки хотел бы возразить, потому что мы должны серьезно относиться к этому процессу, как законы творятся, потому что, ну, с таким легким юмором мы можем допустить ужасных вещей. Поэтому, конечно, все-таки к этому нужно отнестись серьезно, но юмор – это нормальный образ мышления и нормальный образ рассматривать разные критические вещи, в этом нет сомнения. Но, ну, какой-то уровень все-таки того, что это наше, это не власть не чужда, и законы – это не насаждены на нас, а это наше, это наш выбор. Это было мой… А это действительно наш выбор? Очень коротко, у нас буквально несколько секунд. Мы как-то выбираем законы, которые нам предлагает законодательная власть? Я думаю, что это отдельный разговор, Сергей. Это отдельный большой разговор для Латвии, как выбираем, как обсуждаются законы, и эта тема, раз так разрывается телефон, она требует дополнительного обсуждения. Вот, значит, государство и право – кто главный, кто выбирает законы, кто их принимает, почему их принимают, под чьим давлением и в чьих интересах. Кстати, тоже ведь так бывает, дорогие мои. Мы поговорим, видимо, в другой раз. Большое спасибо, что с нами были Лаурис Лепа, Сергей Логодинский, Леонид Луфлянова. Спасибо. Спасибо. Пятница, впереди выходные, ведите себя плохо.